Так вышло, что в этот день пурга сначала пришла на мыс Челюскин. На фоне ясного неба ветер резвился, как четверолапый, то припадая поземкой, то вихрями взрывая снежную целину. Они чего-то ждут? Они так на руку реагируют. Местные псы бдительны и пугливы. Это естественный отбор. Похоже, все остальные собаки давно приглашены на обед. На какой еще обед? К белым медведям в качестве закуски. Так и есть. Безопасная территория здесь – это лишь маленький пятачок между двух обитаемых домов. Заброшенные жилища периодически используются белыми медведями, как берлоги. Надо куда-нибудь все-таки зайти. Только туда, где еще закрываются двери. Например, в этот детский сад. Ну, здесь-то дверь явно закрыта еще с осени. Не скажите. Тут иной раз и за день может так замести. А ведь самое опасное для человека – застать медведя врасплох. Здесь просто идеально для берлоги с медвежатами, но не для человеческих детей. Если тут когда-нибудь снова закипит жизнь, то новые дома будут построены по совершенно другим технологиям. Прошли всего 17 километров. Ветер все-таки достаточно сильный, он измазывает. До льда сейчас не докопаться. Снега очень много здесь. Здесь, говоря языком специалистов, самый высокий коэффициент жесткости. В зимнюю бургу скорость ветра достигает такой силы, что человек задыхается под напором ледяного воздуха. Открытое обжигающему ветру лицо мгновенно обмораживается. Снежная пыль, поднятая из земли, скрывает очертания домов и близких предметов. В такое время можно заблудиться в пяти метрах от своего дома. И все же люди здесь живут и спокойно делают свою повседневную работу. Вот это растет, самое важное, что получается, и им нравится, когда у них получается. Они уже даже хотят вне очереди дежурить. А я им сегодня сделала супер-скрэмбл, как в лучших домах Ван Дона. Да. Крэмбл зашел у всех. Единственное, что мало было его. Но ресурс позволял только так. Снежная пыль. Субтитры создавал DimaTorzok